Хлотенкова износит фильм о зимней прививке. Фильм 2 и 5. Прививку отдела черенками с так называемой споровой мутацией, с локальной почкой. Эта верхушка ветки часто расположена почками. Он выделяет эти черенки и считает их особо ценными. Но далее не поясняю, что ценного в них. Это же верхушки веток. Положите, пожалуйста. Так, в общем, у нас есть такое. Даже если сейчас я откажусь это говорить, простите меня, пожалуйста. Никогда ни живых, ни умертых, никогда вы ни разу не слышали от железа ни одного слова поперек. Понимаете, когда я уйду на тот свет, когда мы встретимся с Лотенковым в райском саду, он там уже плевает, можете не сомневаться. Вы знаете, почему так рано забирает выдающих садоводов? Сказать, почему он на это скоропостижно умер? Он бы еще лет 20 мог тут быть, потому что там в райском саду не хватает. Я не шучу. Вы можете вот так делать, а я вам говорю, в райском саду не хватает опытных садоводов. Райский сад такой же, он так же стареет. Он так же стареет, ему так же замен нужно. А с каждым годом все меньше туда, туда, подчеркиваю. Серьезно отнестись, туда все меньше поступает садоводов. Опыт их. То, что вот те, которые, тысячи, которые друг друга передирают, учат убивать деревья, они там не нужны. Вот и забирают лучших. Вот там мы с ним поспорим. А здесь ни одного слова. Это то, что я вам не отвечу, это ничего страшного. Это не повредит ни вам, ни садоводству России. Понимаете? Я просто вам не отвечу. Хотя у меня есть ответ. Спорить я буду с ним на том свете. Инна Юж. Здравия всем. Я заказала семена. Извините, получили вы заказ на семена. Боюсь остаться. Господи. А я сейчас не отвечу. Давайте так. Это не то место, где это. Просто электронное письмо. Пошлите. Я вам тут же отвечу. А то, что боитесь, правильно надо бояться. Королевские кончаются. Академики кончаются. Воины кончаются. Я у себя посадил 20 косиков. Первое я посадил. Я вам показывал грязку. Из 20 пошло 15. Рядом посадил 20 королевских. Пошел один. Это у Железова. Это так просто думаете. Возможно, 19 уже мыши до нас есть. Там же рядом же. Там же, знаете, отпущая от вас поселения. Это черный пар. У черного пара, который выничтожает плодородие земли, есть одно достоинство. Оно настолько противное, вредное, что его даже мыши не выносит. И где черный пар, там нет ни мышей, ни ходов. Вот это единственный плюс. И получается, что... Получается, что... Вот я хотел проверить королевские... Ну, сколько меня долбить будут, что... Вспомните эту Исакова с этой самой... С Медведевой. Вырастут железа в шарлатан. Ложь. Потому что у него, из его этих... Плодов вырастут эти дички, Жердель. А? Ну, куда мне деваться-то? Я посадил. Выращиваю. И вы вырастили. Уже выросли. Фаины выросли у этой самой... У Куртышова, которая является... Не случайным человеком. Она не срабатывает сайт. Есть фотографии. Она на фотографии. Ну, ведь не выросли Жердель, а? Исакова. Ну, хоть бы... Я не говорю извиниться за то, что нахамили, за то, что оскорбили так же, как этот Возинский, нас с братом. Ну, хотя бы замолчали. Ну, не понимаете вы. Не растили сами. Поверили какой-то дурацкой публикации. Это же еще не вся наука. У этого-то... Господи, во память. У Ваулина-то, у доктора наук-то получились-то культурные... Не Жердели, манчжурцы. А вкуснее, два раза крупнее, чем я его высылал. Амурцы с этого, с манчжурцы подверг. Ну, и здесь то же самое. Понимаете? Хотите? Успевайте. Я не говорю конкретно. Вот я сейчас и на юг, я вам не отвечу. Но вы мне дали повод говорить всем. Заказывайте, пока есть. Потом будете говорить. Ну, пожалуйста, прислите две косточки. Галина Подольская. Курдиумов на юге живет. Ему можно обрезать на кольцо. Нет. Нет. А дальше, повторяю то, что я говорил, не буду. На юге на кольцо обрезать тоже нельзя. Нет никакой необходимости обрезать на кольцо. Если бы не было других вариантов, оставляйте сучок. А потом сами убедитесь. Если есть сучок, вот ветка, вот сучок. Оставили сучок, здесь продолжается сокодвижение. Отрезали вот так, все. Перерезали это самое, сосуды. Такой интересный разговор получился. Ну, извините, что я так категорично. За мной. Ворачиваю десятков тысяч денег. Вот. Я же этому же Возинского. Ну, пришлите фотографии в свой сад. Я сразу заткнусь. Сразу. Какие основания у вас считать, что я не прав? Так. Валерий Костин, чем отличается Сливоника от Ники-2? Сливоника-1 это самый... Господин. Сливоника-1 это... Венгерка слева не К2, это самый Ринклод. Ну, сами знаете, искать фотографии сейчас не будем. Всем привет, Самара. Получила семенные косточки. Спасибо большое. Ну, вам удачи, Анина. Виктор. Апорт Алматинский. Апорт Ататой тоже. Нет, это совершенно разные сорта. Я сейчас не могу показать фотографии. Это долго их искать. Просто поверьте мне. Апорт Краво-Красный. Апорт Алматинский. Он немножко, ну, скажем, немножко полосатый. Вот если коротко. Разные сорта совершенно. И у них разные сроки созревания. И разные сроки хранения. Нужно ли обматывать черешню от мышей? Знаете, я черешню... Допустим, мыши, они у меня никогда не ели. Вишню. Никогда. Наверное, все-таки что-то в этой вишне есть для них невкусное. А черешню я прививаю на вишню. Черешню просто выросли из косточки. Мне не приходило в голову. Поэтому на ваш вопрос я ответить не могу. Одна обматывает мышей. Сожрут они черешню корнесобства или нет? А так как у меня привыка на вишню, то они близко не подходят. У меня не было ни одного случая, чтобы мыши трогали черешню, привитую на вишню. Получается, я ответил обтекаемое. Вишня, черешню корнесобства, это не моя тема. У меня растет привитая черешня на вишню. О, от корня пошла пороза. Как вы считаете, что себе делать? Привитую оставить, пусть растет. Значит, смотрите. У вас черешня привита на вишню. А от корня можно получить, самое удивительное, вишню улучшенную. У меня такие случаи есть. Я рассказывал мне из фотографий. Она действительно, пусть там кто-то вот так делает, и называет их декинобилизацию ложью, но обратный процесс, когда привой влияет на подвой, имеет место быть. И даже если вы поросль вот эту не станете прививать, то есть облагораживать с помощью прививки на нее, на вишню черешню, а просто оставить ее в покое, вы можете увидеть, вот такие примеры есть, ту же вишню улучшенную, то есть более крупную и вкусную, а дальше выбирайте сами. Если вы начнете прививать черешню, она легче привьется, потому что уже в какой-то степени они стали родственниками. У вас уже маточное дерево привитое, отводок где-то вылезет, а он уже имеет гены черешни, и черешню лучше прививется. Поэтому прививать или оставить, ждать улучшенные плодов, а может быть и не получится улучшенных. Это уже решать вам. Или половина так, половина так. Так, Марина, добрый вечер. Валерий Константинович, просветите, можно ли вы привить несколько сортов, и при этом получить дерево долгожития. Сколько сортов допустимо привить на одно дерево? Так, я прививал поездку сортов на яблони, я прививал поездку сортов на грушу, но они хорошо принимаются, понимаете, вот эти, с ними как-то проще. Сливы, они хитрые такие. Сливы, сливы рознь настолько, что я иногда называю их разновидовые. И получается как? Так, если вы на сливу рен-клод привели сливу венгерку, вы можете никогда не получить. Если вы на сливу венгерку приведете сливу рен-клод, тоже можете не получить. Если скоростное, если он еще объясняет, что такое рен-клод, что такое венгерка, вы никогда не захочете. то есть здесь получается метод тыка если уже вы до конца разберете что такое плод поливайте на по двое ринклод несколько ринклодов получится дерево долгожить ничего страшного самое страшное есть такие мульти деревья и так называть мульти это подлая вещь их на природе не существует их нарисовали и там получается несколько сортов сливы тут же персть и яблони это подлость а у нас настолько низкая уровень при преподавании и низкий уровень существования школьных программ даже и университетских что что и даже студент может или там выпускник вуза можно взять и поверить что яблони приживаются на сливы понимаете это называется мульти деревья а на самом деле если брать внутри вида слива на сливе венгерки с венгерками они очень похожи они стопроцентно приживутся у меня три сорта венгерки я их различить не могу если бы не бирка я бы считал одно и то же а ринклоды нет они раз помните сувенир востока называю королева сада ринклод а китайские сливы тоже ринклоды и на них прекрасно себя чувствует плеваешь на морозостойки мелкоплодную ну не мелко но все-таки помельче китайскую сливу красный желтый красный синий красный лет приводит на нее роскошные сувенир востока или стартовый и хоть бы что вот такие плоды надо ли несколько сортов решать вам например одна ветка сувенир востока другая стартовая наверное дерево будет себя хуже чувствую чем один к одному моно дерево но пробовать никто не запрещает место мало приведет ресурсы на дны вот любопытство быстрее получить урожая и свитого раньше получите деревья сады начинают подносить раньше чем деревья которые по принципу один подводим прямой как бог так объяснить подольская как называется этот мир у кого несколько книг я не читал ни одно даже там где он отказался от обрезок и перешел на гнутья я тоже не стал я в том что для этого были особые причины так какой вы имеете ввиду книгу из книга курдюмова тире же называется умный сад как перехитливать если вы его называете про нее так и называется умный сад как перехитлить климат больше совместных дни с курдюмом нет если она для этой книги курдюмова послужила рукописью моя личная книга называется тогда она вызвала сибирский сад сатуре и чудо своих руками она была положена в основу таскать это рукопись она была расшифрована раскрыта добавлены абзацы добавлены какие-то данные то есть это был ужас книга как перехитлива это было на наш совместной работы причем по плюс 50 на 50 если брать вложенные в нее нервы силу и знания а это действительно мы соавторы вот а какую книгу еще может быть если много книг курдюма которыми не имею ни малейшего отношения константинович когда приводит цитата мичурина или других авторов надо делать ссылки и примечать на конкретную книгу том собрание иначе можно всякую чушь нести без ссылки на источники когда автора нет живых если вы напоминает то что я нашел в яндексе я специально показал что кто-то с одной стороны есть фотография где у него высокий длинные я считаю смертельно опасность там из его фильма я вынужден был подчеркнуть что авторы фильма а кора его там живых нет просто использовали эту это это этот саженец в фильме мичурина тут не мичурина виноват за штамп или против и я не виноват я просто сконцентрировал внимание что во времена мичурина штамп длинный штамп искалеченный где через метр только начинается крона а если это опасно смертельно вредно это из фильма я констатировал факт раз теперь я не мог не обратить внимание что в яндекс зене появилась вот эта публикация где кто-то взял и написал что мичурин так а это уже ближе мне даже приятно что мичурин то оказывается за то чтобы не было не голого штампа что он за скелетной ветки я не мог это не написать а вдруг он прав а для чего я это сделал а вот мы сейчас не вот это типа вас получился критика да ссылка вот я сослался на вот этот самый пример это тоже ссылка только я пишу ссылка перфорографировал нас этого прямо с экрана вот что кто-то считает что вот гульди в этот мичурин за то чтобы все-таки и мне это нравится чтобы нижней скелетной ветки не тронутой а тут я был вынужден сказать он почему-то не расшифровано что там глюкоза что-то нижней скелетной ветки нужны корням и я просто поставил вопрос а где истина вот вы сейчас вроде бы как меня пнули немножко автор нет живых а и вдруг вы ко мне от относите можно не всякую чушь без ссылки до автора не живу пожалуйста найдите вы не вот это а как не вот это а найдите вы ссылку и продлите эту тему что да действительно и это было бы замечательно чтобы действительно не только автор тот которому может просто публикация нужно а именно мичурина написано что нижней скелетной ветки трогать нельзя давайте алиса действуйте так что вы дальше написали когда ссылайся на дарвина мичурина надо требовать конкретный источник как наличие саду продавца саживаться да вот тут по правой я всегда требует где саду продавца все верно тут мы с вами единомышленники вот и на дарвина на мичурина вы знаете как ссылаться на дарвина это данном случае хотя я сказал что дарвин не прав что из этой самой это знаете как вот убита в голову что 65 миллионов лет назад когда от катастрофы глобальной погибли динозавры из земли вылезли то что динозавры жраль то есть она мышка раз назовем ее как там землеройка и тут же раз клад зубами нету они были вынуждены жить под землей динозавры погибли ура вылезли и за 65 миллионов лет проводить чека вот это тут мне не надо ссылаться ни на кого это вбита в голову миллионам не нужно сейчас брать доказывать что это действительно так было просто ученые когда поняли что они же постепенно к этому шли были когда-то большинство верили в бога появились бога из были богоискатели были наоборот атеисты которые ненавидели бога потому что он запрещал убивать все было и вот часть ученых они же копали копали они видят так это сок трупы сплошные эти не трупа как скелеты не назару а дальше пустота про и трое трое не скелетом нет и вдруг появляется мелокопитающий самый маленький вот это тот первый вот это землю и вдруг их стала вот уже с кошку вот уже собаку вот уже свинья так нет для копитающих вот уже эти самые волки тигры и наконец появился человек и казалось бы докажи железом что это сам на что сослаться это вбитым голову уже миллионам миллиардов а когда я говорю в виде поясничения я смеюсь я специально знаете когда доведут это до абсурда остается только не собирать факты данные по этим по гермафродитам я собрал вот моя статья прощайте и вы поймете как было сюда наши предки гермафродиты а наука или это не знает или замалчивает потому что гей уже вверх взяли им это невыгодно чтобы мы это знали это другой вопрос там у меня доказательства а здесь я просто говорю я у тебя я ерничаю знаете вот она 65 миллионов лет назад вылезла и превратилась человека вот с таким мозгом а у неё пост меньше чем это было в заголовке за 65 миллионов вот тут я не собираюсь никому что доказать я это настолько это знаете как когда-то это самое серьезный разговор пусть еще потеряю 10 минут школу несколько лет назад вдруг появилась тенденция вернем религию в школу но настолько глупо это собирали сделать тут же критика заткнули тех кто хотел как хотели вернуть в школу религию а в школе мусульмане буддисты эти самые самые евреи со своим этим самым со своим учением и эти самые и как можно было но большинство понятно как бы потомственных православных разве можно было вот представляете приходит священник там зарплату дали там штат включили и начинает рассказывать про это он сам про дама про его как бог туда выдохнул ему это самое из глины сделал люди же дети смеяться будут ну естественно эту идею вы смеяли она не прошла но надо было не так если бы хватило ума придумать в школе обязательно нужна история религии что люди тысячи лет верили в бога потом извратили как хватает это православная армия всех кресты вот тут на купе у всех там 50 тысяч воинов захватывает православный город крестьянский а пограбить охота для этого надо убить и самое главное это историческая фраза убивайте всех господь своих отберет то есть отправляя на тот свет они их там еще и помогали царство небесное попадать вот так можно все извратить для этого это именно это надо проходить школе чтобы несколько дней назад артиллерия из этих самых из гаубиц не уничтожали деревне и людей не убивали возле донецкого почти в донецке они не верят бога они знают что бога нет людей бьют по деревням по не по этим не по военным а по мирным жития приказ получили зарплату получили эти самые все вот что так а что такое история религии пройти все это дойти до дарвина объяснить какую страшную роль сыграл дарвин какую страшную роль сыграл фамилию называть не буду девятнадцатый век наш этот самый соотечественник который гением отнесли который доказал что у человека нет души и вот именно это и надо последовательно рассказывать детям и про землеройку и про то что не могла за 65 тысяч лет миллионов лет она превратится в человека вот как должно быть и тогда в это и все это должны симбиоз должен быть между наукой и священничество освещение ки как я говорю обращался же к ним ответ нам не нужны доказательства присутствия бога нам нужно люди должны верить они не верят и все меньше меньше церкви пустые вы что не видите а летчики наши в которых написано русский украинец бомбят города целых города с мирными жителями а вспомните грозный вспомните донецк это же ужас какой-то женщин детей в этом дребезги на куски тысячи погибших а он же приходит домой у него жена дети а потом еще и церковь сходит а почему он все позволил такое убивать детей знаю что бомбит в мирные кварталы того что не верит бога нужно доказательства собирать вот все поехали дальше опять я ну что поделать смотрите повторяю когда ссылайся на дарвина мичурина любого надо требовать конкретный сточек наличие сада и тогда вы правы тут между нами расхождения нет я требую всегда